Евгений Иванович, живем, живешь, работаешь, потом раз и вторая смена, помните, Михаил Михайлович Ходоренок с нами, сейчас милитариста, поэтому я полагаю, что из радиоэфира срочно надо увезти всех тех, для кого армия не друг, не товарищ и не брат, а нечто, что нужно обрезать, сокращать и желательно вообще закрыть и уничтожить. А то люди получат растужество нервной системы, зачем им это? Михаил Михайлович, здравствуйте, рад вас приветствовать и даю вам слово. — 45 лет назад, 7 декабря, стартовала последняя американская ракета-носитель вместе с космическим кораблем к Луне. Пробыли они там неделю и с тех пор, собственно говоря, на Луне, если раньше была книга «Первые люди на Луне», то вот 7 декабря стартовал Аполлон-17, который можно назвать «Последние люди на Луне». И с тех пор вот к лунному вопросу, по большому счету, никто не обращался. — Исчерпало себя или вот почему? — А мы сейчас об этом переговорим. Мы сейчас об этом переговорим. Собственно говоря, большинство проектов на эту тему было закрыто и у нас, и у американцев, но вот сейчас уже вплотную к решению лунных проблем подбирается Китай. С одной стороны, вроде бы напрямую эта тема не имеет отношения к тому милитаризму, который мы усиленно разрабатываем в наших передачах. — Ну, как сказать? — Ну вот, по большому счету, да, это именно так звучит, что связь тут самая прямая, и все космические достижения, они так или иначе используются в военном деле. — Так вот, собственно говоря, что же случилось? Американцы закрыли свою программу «Сатурн-Аполлон», потом и «Спейс Шаттл». Что было у нас в этот момент? У нас в этот момент мы разрабатывали тяжелую ракету-носитель «Н-1», если кто забыл. Было осуществлено четыре запуска, к сожалению, все неудачные. На разных этапах полета ракета в основном взрывалась в воздухе, один раз даже на старте. Кроме того, 12 было пусков произведено с ракетой-носителем «Ур-500», который впоследствии преобразовался в «Протон» и, в общем-то, зарекомендовал себя, опять-таки, скажем, до самого последнего времени надежной очень ракетой-носителем. Так вот, с ним было запущено 12 пусков с кораблями лунными «Семка КЛ-1», а успешными были только четыре, в основном отказы двигателей тоже. И, собственно говоря, на этом-то у нас и тоже свернули и лунную программу, и закончились ракеты «Н-1», до сих пор ее жалко. В основном неудачи с «Н-1» были связаны, но по моему глубокому убеждению, его многие разделяют другие ведущие специалисты в сфере отечественного космоса, что все-таки у Сергея Павловича Королева произошел конфликт с нашим самым главным космическим двигателистом Глушко. И Глушко сказал, двигателей на очередную королевскую ракету не дам. А Глушко был действительно очень... До такой степени? Да, нет, они там разругались просто до такой степени, что вот... Удивительно, да? Потому что все усилия партии и правительства оказались бесполезными помирить вот этих ведущих конструкторов. Но, по некоторым данным, конфликт у них еще начался там в 30-е годы. А что ж не поделили? Шершель-Афам, наверное. Вы знаете, на эту тему даже лучше не хотелось бы говорить, поскольку там многие данные неподтвержденные. Было это на самом деле, не было это на самом деле. Но, тем не менее, вот в отсутствии двигателей Глушко, которые, как известно, всегда летали. Вот ракета Н1 комплектовала с двигателями, которые, к сожалению, носили еще во многом экспериментальный характер. Тем более, на первой ступени их было аж 30. Я вот себе даже не представляю первую ступень с 30 двигателями. Поскольку, ну вот как сам инженер-ракетчик, сам по себе-то даже небольшой вот ракетный двигатель, это весьма сложная конструкция. Весьма сложная. Это и точностью все надо рассчитать, опять-таки. И разного рода там форсунки, турбонасосные агрегаты, система подачи топлива. Ну, вплоть до того, что, например, успешно забирать топливо из топливных баков, необходимо осуществлять, например, такую операцию, как наддув топливных баков, чтобы эффективно насосы качали топливо и подавали его на форсунки. В общем, это очень сложное дело. Там все на грани не то, что расчетов тончайших, а искусства, по большому счету. И, казалось бы, чего проще, сделать ракетный двигатель. Многие берутся, не получается. Но тем временем вернемся к Луне. В общем-то, к этому вопросу возвращаться надо, по большому счету. Потому что... Там много ресурсов, говорят. Сейчас скажу вот одну вещь. Ее вроде бы надо было сказать в конце разработки этого лунного вопроса. А мы ее все равно скажем в начале. Потому что вот есть такое мнение, которое разделяют очень многие специалисты. Кто в конечном итоге завладеет Луной, тот будет огромное влияние оказывать на все процессы, происходящие на Земле. Я не могу сказать вот впрямую, что кто завладел Луной, тот и будет владеть Землей. Но, в общем-то, связь тут практически прямая. И вот к этому вопросу подбираются китайцы. У нас о необходимости возврата к лунной программе, высадки на Луну, в общем-то, говорилось неоднократно. Даже все сроки прошли, когда уже первые руководители Роскосмоса обещали это сделать. Михаил Михайлович, у нас пока не до конца до орбиты долетает. Вы заметили, наверное. Вы знаете, на этом фоне-то вот только что собирался сказать, что вот американцы-то 7 декабря полетели успешно к Луне на своем Аполлоне 17. Если полетели, говорят, снимали в павильонах. Вот. Господи, тема снимали в павильонах для нас вечно. Значит, во-первых, это только у нас вот эта волна периодически поднимается. Причем многие наши очень серьезные специалисты, они эту тему никогда не поднимали. Я имею в виду и космонавты, которые участвовали в лунной программе, в нашей лунной программе. И инженеры-конструкторы там высочайшего уровня. У нас в основном эта волна вот поднимается как-то с самых низок. А знаете почему? Средством массовой информации, которые есть в самые низы. А я сейчас скажу, вот почему эта волна поднимается. Там просто сняли фильм Стэнли Кубрика. И он был настолько правдоподобный, что люди решили, что вот он же и снял потом Луну. Я вот хочу сформулировать свою версию. Это сугубо моя версия, как вот редактора глянцевого журнала, который много занимается фотографиями и занимается их размещением на глянце. Это, опять-таки, это сугубо моя версия. Как оно было на самом деле? Да вроде бы вот на официальных сайтах уже выложены фотографии, где и следы от этих лунных роверов американских. И оставлены посадочные ступени от этих Аполлонов. А их всё равно, да? Ну, как говорят, при современном развитии печатного дела на Западе. Ну, что я вот по этому поводу хочу сказать. Что, во-первых, когда отправляли самую... Мы остановимся только на первой экспедиции. Вот чтобы всё это красиво снять, красиво снять, нужны фотографы-профессионалы, правильно? Нужно ставить свет по большому счёту. Нужно понимать, что такое раскадровка. Нужно владеть этим искусством. Вот ещё космонавта при той напряжённой программе ещё научить всему этому делу. Да ещё, чтобы у него эти фотографии хорошо, качественно получились таким образом, чтобы их потом можно было разместить в журнале «Америка». Вот эта затея с самого начала, мне кажется, неосуществима. Потому что это действительно космонавт, это специалист в своей сфере. И как вы его представляете на Луне, там, со штативом, с камерой, и постановка света там и так далее. Ну-ка, два шага влево, два шага вправо. Ой, мы встали не с той стороны, солнце не там светит, правильно? Вот им там дело до этого. Когда у них там величайшее психическое, моральное напряжение, что люди действительно впервые высадились на Луне. Я думаю, они все эти свои фотографии привезли, которые там сделали. По некоторым данным у них даже была там неплохая техника, фототехника. Но тем не менее, когда ответственные товарищи американские посмотрели на эти фотографии... Мы не можем это публиковать. Мы не можем это публиковать. Во-первых, они нечеткие, размытые, фокуса нет, раскадровка плохая, свет не там, все не там, все не там. Как мы можем рапортовать прогрессивному человечеству о своих выдающихся достижениях в космосе? Когда вид не тот. Когда вид не тот. И тут же ответственные американские товарищи сказали, ну-ка переснять все, все переснять. Ретушь. Сделать, нет, ретушь тут не поможет. Прям павильоны, да? Сделать, соорудить павильоны и все там переснять, и так, и показать вот могущество, всю силу американской техники, силу нашего духа, нашу американскую гонку. А вот тогда, наверное, пригодился кубрик. И может быть, он в этом деле участвовал. Откуда слухи-то пошли? Потому что ряд снимков действительно, вот это мое глубокое убеждение, как главного редактора глянцевого журнала, переснимали. Почему? Потому что, ну, не могли ребята, вот те, которые полетели, сделать вот приличные фотографии в космосе. Слишком хороши они. Я говорю, слишком хороши они получились в журнале Америка, просто фантастические по своему качеству, разрешению, раскадровке. Многое сейчас объяснили нашим слушателям, кстати, и даже мне. Вот поэтому, и когда они начинают, типа, вот флаг там не там развивается, звезд я не вижу там, какие-то кресты зашли не на то место. Ну вот снимали. Слушайте, это как подвиг фанфиловцев, которого не было. Ну, фанфиловцы-то погибли, дивизия погибла. Ну, не на этом месте, ладно, корреспондент придумал. И военная прокуратура, на самом деле, об этом сказала при Сталине. Ну и что? В 47-м году еще было об этом сказано. Нет, вы умрете, но доказывая, что нет, это было именно тут. Так глупее не придумаешь. Но полет-то был? Был. Я считаю, что был. Ну, а то, что сделали, они досняли и пересняли часть кадров в павильоне. Ну, и с точки зрения государственной пропаганды, это совершенно оправдно. И у нас была пропаганда, и у них была пропаганда. У нас ведь вот, когда, ну, вернемся, вернемся опять-таки к митингам и освещениям ракет перед пуском. Вот даже к этому вопросу. Ну, вот те же самые снимки с Гагарином и Королевым. Их же переснимали уже после. Да вы что? Да. Вот когда Гагарин дает кедр, в смысле, там Гагарин, там Королев командует кедр, я зарядом даю зажигание. Ну, потом это все переснимали. Потому что тогда не до того, да? Тогда, во-первых, было не до того. Говорят, и с матерком с легким все было, да? Наверное, мат, это необходимая вот язык управления войсками. Но говорят, было с матерком, и поэтому нельзя было допустить до эфиру. Как вам сказать? Как было? Ну, желательно, конечно, избегать ненормативной лексики. Но не всегда, знаете, когда летит ракета? Мы-то как-то обходимся. С трудом. С трудом, но обходимся. Иногда очень с большим. Да, и по большому счету, ну и что? Ну, сам факт-то был. Потом уже что-то пересняли, досняли. Ну, выступление Сталина 7 ноября 1941 года. Ведь переснимали в павильоне, а не на параде. Ну, что от этого случилось? Поэтому, да, конечно, оно хорошо бы, чтобы все сразу подоспели. Свет хорошо был. Свет тени. Тени, раскадровка. Там все получилось резко, красиво. Люди встали на нужном месте. Ну, хорошо бы. Не оговорился, не оговорился, не было сбоев. Но так не бывает. Ну, а теперь вернемся вот к этим, к митингам и освещениям перед запусками ракет. А то, вот в частности, сейчас утонем, так и не успеем про лунную программу проговорить, что нам надо. Но, тем не менее, я должен это сказать. Ведь у нас тоже в свое время как было принято? Вот если перед боевой стрельбой, например, надо что? Обязательно провести митинг, произнести там зажигательные речи, принять людей в партию, пообещать, что мы все как один умрем, но выполним боевую задачу. Но дело все в том, что вот ракетная техника, штука сложная. И отказ в той или иной цепи, он может произойти совершенно, вот, невзирая на количество митингов и размахивания кодилом. Даже после митинга. Вот самое поразительное, что. Удивительно. Я вот вам два примера только приведу. Вот срыва, это я о мелочах говорю, потому что все-таки вот тяжелая ракетоноситель весом там несколько сот тонн, а иногда даже она и две тысячи тонн достигает весом. Это сложная вещь, но процессы примерно схожие. И отказать может все что угодно. А иногда получаются такие банальные вещи, вот как у нас, например, на боевой стрельбе, рассказывают только о двух случаях. Все, сели по рабочим местам, запуск там ракет-мишеней уже через несколько секунд. Все уже, как говорится, руки на нужном месте, готово к выполнению боевой стрельбы. Техника работает в установившемся режиме, проведены там все режимы функционирования, запитаны стартовое оборудование, выданы ракеты, поставлены на подготовку, только раз, все погасло. Что такое? Что такое? Что случилось? Ну, первое, это оцепенение, правильно? То есть, выключилась техника, все остановилось, погас свет. Что такое? Дизеля забыли заправить перед боевой стрельбой. В пустыне-то там нет розеток, нет линии электропередач, которые подключатся. Там питание осуществляется от штатных дизель-электростанций. Обычно их там три штуки работает. 100 киловатт, например, на зенитно-ракетный комплекс С-75. Одна непосредственно на станцию наведения ракет, вторая на стартовое оборудование, третья на радиодальномер. Забыли заправить, заглохло, погасло. Как это попроще сказать? Человеческий фактор. Ток исчез. Все, задача не выполнена. Вот по одной такой простой причине. Это сложнейший механизм и забыли заправить. Готовились два года. Готовились два года, забыли заправить соля. Это я не анекдоты рассказываю, это случай из практики. Или, например, на том же самом зенитно-ракете. Это я про мелочи рассказываю, потому что все-таки тяжелая ракета-носитель. Там подготовка к запуску идет несколько часов. Там одних реле тысячи и тысячи. Там сложнейшая процедура, вот она так называется, подготовка к запуску. То есть подготовка, когда ракет проходит, все предстартовые циклы. В свое время, когда, например, я учился, преподаватели как очень любили. Для тех, кто невнимательно слушает своих товарищей. Например, тот рассказывает какой-то этап подготовки, например, до реле там R-123. И реле R-123 срабатывает, перебрасывает контакты. И он говорит, а вот теперь вы с этого места продолжаете. А там таких реле, вот в системе управления стартом, да не счесть, не пересчесть. Или, например, вот тоже, например, невыполнена боевая стрельба. Кнопки включения и выключения станции, выключения передатчика, включения, стоят рядом. И один потянул руку, включаю передатчик. И вместо включаю передатчик нажал кнопку выключения станции. Все погасло. Все. А что такое боевая стрельба? Несколько десятков секунд. Пока разобрались, кто что нажал. Почему все погасло? Все уже пролетели все мишени, пролетели все цели. Выходить строится, оценка неудовлетворительна. А при таких случаях... И вы получаете немедленно реакцию коллектива. Да. Причем, ну, в соответствующих выражениях, не коллектива, а вышестоящих начальников. Самое мягкое, что он может тебе сказать потом, это я все действительно реплики рассказываю. Да, да, да. Обращаясь к командиру зенитно-ракетного дивизиона, он может сказать тебе только одно. Уйди, видеть тебя не могу. Это очень корректно. Это еще страшно, вежливо, но очень корректно. А ракетная техника, вот я имею в виду такие вот тяжелые ракеты-носители, ну, там все на порядок. На два порядка сложнее. Тысячу раз все сложнее. Там степень ответственности даже другая. Потому что если у тебя там горючего, там несколько тонн, то там оно уже сотнями тонн уже измеряется, например. Поэтому вернемся все-таки к лунной программе, а то часто все могут нас завести далеко. Что, например, у нас в плане исследования Луны предпринималось? У нас было запущено все-таки 17 лет мы исследовали поверхность Луны. 17. Была запущена масса автоматических операторов, аппаратов, луноходов, взятой пробы грунта. И американцы брали пробу грунта на Луне. И вот что выяснилось. Что в лунном грунте примерно 40% от 40 до 60% это окись крепкая. 10-35% это окись алюминия. И это соответствует, между прочим, 20-30% содержания кислорода в породах с окисью кремния. И 4-16% в породах с окисью алюминия. То есть это о чем я говорю? Что можно там строить на Луне заводы и добывать что? Кислород. Кислород. Можно. То есть вот все исследования предыдущие показали, что кислород можно добывать. И обеспечивать вот этим, и кислород использовать в качестве окислителя, и для лунных станций обеспечивать заправку, как на Луне, так и, собственно говоря, на селеноцентрической орбите. И в качестве, например, использования кремния и кислорода, как окислителя, так и горючего, то может быть достигнут удельный импульс 280, а алюминий с кислородом – 290. То есть это вполне такие реальные цифры для заправки ракет-носителей. То есть сказать, что Луна совершенно такое бессмысленное, бесполезное тело, но это только что… А ведь исследовали только самые верхние слои грунта. Никто же там не бурил на глубину 100-200 метров. А там ведь еще и наблюдается на Луне, она ведь не остывшее внутреннее тело, там есть еще какое-то и внутреннее тепло. Происходит лунотрясение, выделение вулканических газов. То есть вполне возможно, что там есть и какие-то углесодержащие элементы. То есть глобальная разведка Луны и составление карты ее полезных ископаемых – это еще, в общем-то, только впереди. И тот же самый Глушко, значит, о чем он в свое время писал, что доставка с территории СССР, он тогда еще так писал, поскольку ведь не мог предположить выдающийся конструктор ракетных двигателей, что СССР со временем не будет. Доставка с территории СССР на лунную поверхность груза с мягкой посадкой требует меньше энергетических затрат, чем доставка этого же груза на геостационарную орбиту. То есть до Луны проще долететь, довести полезный груз, чем вывести его на геостационарную орбиту. И в этот момент мы опять-таки возьмем небольшую паузу. И о чем мы поговорим? Вот у нас, мне так и хочется сказать, что это пораженческие слухи. Они никогда не ведут ни к чему хорошему. У нас иногда говорят, какая Луна, о чем вы там говорите? Не, а что это и есть пораженческие слухи? Да, тут типа того, как только мы же неоднократно говорили, что... Нам надо воровать, что есть. Да, что типа надо строить атомные ударные авианосы, надо развивать авиацию. И как мы только начинаем об этом говорить, сразу начинается вот эта печальная песня, печальная песня, что о чем вы говорите, о чем? У нас денег тут ни копейки нет, на самое необходимое там, на какой-то аспирин для старушек не хватает, а вы говорите о Луне, о атомных ударных авианосах. А я хочу сказать... Аспирина тоже не будет. А я хочу сказать, а деньги в стране есть. Давайте вот посмотрим. Вы знаете, там несколько триллионов лежат ванков. Тут вопрос в чьих карманах они есть. Да, в чьих карманах и где они находятся. Арестовывают какого-то рядового полковника. У него КАМАЗ длинномер на личности и несколько тачек золотых изделий. Но это... Но это ж полковник. Но это... И это ни о чем. Тут вопрос в чьи это деньги. Да. Но речь не об этом. Я просто хочу сказать, что вот иногда говорят, что с распадом Советского Союза у нас стали совершенно иные возможности, что у нас там уже значительно меньше средств. Мы не можем там осуществлять масштабные проекты. А я вот так своим, как иногда я сам говорю, скудным умишком вот думаю. Ну, хорошо. Вот в годы существования СССР масса средств расходовалась на совершенно безумные проекты. Ну, вот совершенно безумные, без всякой малейшей отдачи. Компартии, революционные движения. Не опережайте, Евгений Яковлевич. Первое. Международное коммунистическое и рабочее движение. Ну, по всему земному шару ездили эмиссары. Все паразиты были на нашем содержании. Голодранцев всяких. Всяких голодранцев кормили. Все им передавали дипломаты со свободно конвертируемой валютой, чтобы они там кричали КПСС ура. Слава КПСС. Это вот, кстати говоря, тайна сия велика есть до сих пор, сколько на это расходовали денег. А я так думаю, очень немало. А они бы не лишними оказались, когда цены на нефть упали. Да, они бы никогда не лишними оказались. И сколько из них доходило до тех людей, тоже интересно. А там тоже, наверное, свое воровство было. И сколько из них. Да, да, да. Почему-то. А съезды с такой помпой проводили этих международного коммунистического рабочего движения, на которых за эти же деньги, за эти же деньги, вот эти людишки рассуждали о третьем этапе общего кризиса капитализма, о его угасании. А потому что в руководстве сидели непонятно кто. Да безумные совершенные люди. Нет, а я хочу сказать, что все-таки многих советских деятелей отличает. Во-первых, отсутствие серьезного образования. Они просто могли додуматься до этого. Во-вторых, отсутствие... Ну, он никогда вот этих даже вещей... Он даже... Хотя они все там считали себя марксистско-ленинскими философами. Он с серьезными философскими работами никогда не был ознакомлен. Ну, то есть, кухонка не может править. Да, он никогда не знал, что какие-то там серьезные экономические теории существуют. Ну, вот, международная коммунистическая работа. Вот это была песня, на которую деньги уходили. Вторая песня, ну, она где-то сродни с международным коммунистическим рабочим движением. Национально-освободительное движение. Боже мой. Где только его не находили. Сколько денег туда не давали на всякую поддержку там черных, желтых и прочих и иных континентов. И самое вот интересное, вот хочется даже спросить его. Ну, а, собственно говоря, вы зачем все это предпринимали? Вот какие-то ясные конечные цели, что, например, да, мы сейчас поддержим вот этого очередного, значит, национально-освободительного лидера. И заработаем на этом такие-то деньги. И что мы на этом заработаем? У нас будет что-нибудь. А в результате что получалось? Нет, это очень хорошо, чтобы нас продать, например, западникам, они там к нам шли косяком. Потому что, а потом высосать из нас все и пойти, сказать, а теперь мы к вам. Вот абсолютно бездумное количество денег выкидывалось на эти цели. А сейчас же, ну, нет никакого ни международного движения, ни национального. Повторить. Да, да, просто мечтали. Нас тогда уважали. Есть такая формула. И очень многие люди говорят, как же нас тогда так уважали? Ну, тебя, собака, может, и уважали. А стране-то от этого какая сумма прописи? Ох, не надо нам этого уважать. Один отрицательный результат. Да хоть не уважай меня, только можно себя развивать. Ну, как есть. А сейчас новости. Опять Леша Анисахаров. И мы вернулись в студию. Михаил Михайлович Ходоренок у нас в гостях. Не договорили мы еще о двух таких тоже сферах расходования народных средств. Причем тоже как бездонную бочку швыряли. Это страны народной демократии вместе со всеми потребностями. И, как ни странно, Российской Федерации немало стоило содержание и Союза Советских Социалитических Республик. Поскольку практически все так называемые республики, они же были дотационные, за исключением одной. Вот этот колониализм, да? Да, вот этот колониализм наоборот, как принято говорить. И, по большому счету, вот этих расходов-то сейчас нет. А за исключением одной Украины? Белоруссия, как ни странно. Как ни странно, Белоруссия. Сборочный цех страны, как ее называли в свое время. И вот, по большому счету, этих расходов безумных уже нет. Просто деньги кидали лопатой в топку. Без малейшей надежды на то, что хоть что-нибудь когда-нибудь вернется обратно. Это без задней мысли. Да вот, если далеко, даже та же самая Грузия. Ну, ела в несколько раз больше, чем выдавала наверх. Вот в общесоюзную копилку. Еще и обижаются до сих пор, что вроде как с ними там плохо обходились. Да, это был золотой век этой республики. Ну, а теперь все-таки к Луне. Теперь все-таки к Луне. С чего-то, собственно говоря, начинать надо? Ну, вот иногда, когда наши некоторые ответственные деятели говорят об осуществлении каких-то лунных программ, иногда назначаются какие-то совершенно безумные сроки, когда вот уже совершенно очевидно, что этого руководителя уже на этой должности не будет. Очень удобно назначать, вот типа мы полетим к 2035-му, к 40-му. Потому что деньги-то надо сейчас уже получить под это дело. Кстати говоря, насчет денег тоже вопрос такой достаточно спорный. Почему? Потому что, по большому счету, вот проектных работ таких серьезных никаких не ведется, надо прямо сказать. Чтобы вот прямо там кипела работа и строили там мост до Луны. Не строит никто. За исключением обещаний таких, битья себя ногами в грудь и назначения совершенно фантастических сроков. Ну, на самом деле, это ничего не происходит. А потом, ну, такие сроки очень удобно назначать. Очень удобно, потому что так и хочется спросить того или иного руководителя. Нет, конечно, какая-то долгострочная стратегия нужна. Но, опять-таки, за каждый этап, за каждый пункт кто-то должен отвечать конкретно. А когда так взял и отважно заявил. Мы построим лунную базу в 2035 году. Сам-то ты где будешь в 2035 году? На Лазурном берегу, скорее всего. Ну, в окружении детей, домочадцев, любовниц, греться под жарким солнцем Франции. А мы тут раслебывались за тебя. Так вот, с чего все-таки надо начинать? Мы будем говорить сейчас о некоторых реальных вещах. Все-таки вот космическая индустрия, ей должно быть придана совершенно новое дыхание. Очень жаль, что, конечно, для этого, ну вот как не горько об этом говорить, что, в общем-то, нужны люди, которых уже нет. Вот можно даже так сказать. Или, опять-таки, готовить новых специалистов, которые займутся этим делом. Потому что эффективные менеджеры эту проблему не поднимут никогда. Но ведь никто не знает, кто у Королёва был генеральным директором, правильно? А был? А был, наверное. Ну, кто-то подписывал там, наверное, командировки. Финансист, то есть какой-то сидел, да? Но имели ли они такое... Опять-таки, я не огульно против, упаси бог, института генеральных директоров. Потому что жизнь сложная, многогранная. И многие сегодняшние генеральные директоры с большим успехом решают поставленные перед ними задачи. И возглавляемые госкорпорации находятся среди мировых лидеров производства, например, того же самого оружия. Но мы сейчас не будем называть кого-то конкретно, чтобы вас не заподозрили в скрытой рекламе. Есть, ну, примеры есть всякого рода, но в своём огромном большинстве, иногда это вот заключается эффективный менеджер, что приходит человек, который абсолютно не имеет профильного образования, за тобой притаскивает целую кучу сотрудников, которые абсолютно не разбираются в порученном им деле. И, ну, тем не менее, отважно назначают сроки. И ещё через губу разговаривают действительно с конструкторами, с инженерами. Большие аристократы. С техническими работниками. Особенно, прости меня, господи, это девушки в возрасте до 25 лет. А есть такие эффективные? Полно. Да, полно. Особенно в экономических блоках, которые ей кажется, что она там решается. Ещё раз говорю, что-то никто не помнит, кто был директором у Челомеи, например. Или была у него там девушка, которая, свесив губы, разговаривала с самим Челомеем. Поэтому, может, и Челомей состоялся, что там с ним разговаривали на совершенно другом уровне. Это вот очень большая проблема, кстати говоря. Но вот, тем не менее, опять-таки, кадры, кадры. А с чего начинать? Ну, с укрепления космической индустрии. Опять-таки, это многие миллионы рабочих мест. И, наверное, вот употребим даже и такой термин – лунно-земной космос. Это всё-таки создание целевых орбитальных группировок. Вот с этого, наверное, надо начинать. И вот первейшей задачей, как мне представляется, это является создание обитаемой станции на орбите искусственного спутника Луны. Вот для долговременной работы космонавтов, развертывания орбитальных группировок, сопровождающих функционирование этой станции, и регулярных перелётов от космических кораблей между Землёй и Луной. Ну, скажешь, ну, фантастика опять. Ну, о чём вы там говорите? Кстати говоря, для этого у нас, для этого у нас практически-то всё есть. Даже сейчас, даже сейчас есть. То есть у нас есть и современные достаточно ракеты-носители. Это «Союз», это «Ур-500», он же «Протон». Можно даже возобновить выпуск энергии, ракета тяжёлого класса, которая, в общем-то, сохранилась. И тот же самый «Протон» позволяет вывести ракету весом до 20 тонн с полигонов Земли на опорную круговую орбиту искусственного спускника Земли высотой 200 километров. Ну, в общем-то, даже вот сейчас. Можно начинать даже сейчас. И плюс же всё-таки у нас есть и перспективные ракеты-носители. Поэтому вот эта задача совершенно фантастическая. Вот, ну, во всяком случае, лично для меня не выглядит. Опять-таки, что можно делать на Луне? Опять-таки, значит, и на целевых орбитах в пространстве, ещё раз повторю вот это выражение, лунно-земного космоса. Там можно и бригады инженеров-испытателей держать, которые управляли бы приёмом Земли с Луны, стартом к Земле космических аппаратов. И обслуживание текущее, и заправку. И всё это, в принципе, вот это реально можно сделать. Опять-таки, там можно развернуть и глобальную систему связи, и навигации на круговых орбитах от различного назначения с высотой от поверхности Земли, ну, примерно 300 тысяч километров. Всё бы это обеспечило навигацию и в пределах луно-земного космоса, и даже в поясе Койпера. Вот так. И опять-таки, вот если на Земле развернуть какую-то систему наблюдения за объектами Вселенной, понимаете, вот когда мы развертываем какой-нибудь крупный телескоп, иногда я их называю типа большой азимутальный, и с каким-то даже фантастическим размером зерк в пределах земной поверхности, мы, в принципе, многого очень не увидим. Почему? Потому что сильно очень мешает земная атмосфера. Она всё-таки мутная, облака и так далее. И вот когда вывели первый телескоп на орбиту искусственного спутника Земли, ну, получили совершенно фантастические результаты. То есть, вот приоткрылось окно во Вселенной. К сожалению, это не мы этот телескоп вывели. Это Хаббл? Да, а американцы. Вот сейчас он уже прошёл несколько этапов модернизации, и выглядит уже совершенно по-другому. Но если такой телескоп будет стоять, опять-таки, на поверхности Луны, например, и совершенно других размеров, мы, опять-таки, получим совершенно другой объём информации об окружающей нас Вселенной. Вот так, наверное, всё это выглядит. То есть, надо, опять-таки, нельзя же допускать и такое, что, в принципе, не то, что нельзя, можно допускать такое, что возникнут в этом плане и частные инвестиции, и появится космический туризм. Вот слетать, например, на Луну и посмотреть восход и закат Луны над горизонтом Земли или Солнца. Это же крайне интересно. Они и сейчас-то такие туристы есть и готовы платить совершенно фантастические деньги. Они и в этом плане, и в этом плане будут. Но что вот хотелось бы, чтобы чего бы не было, чтобы не наступать на одни грабли по нескольку раз подряд, как у нас это иногда делается. Вот, например, опять-таки, если возвращаться к той же самой тяжёлой ракете-носителе Н1. Ну, они сейчас и мало кто помнит, по большому счёту, поскольку закончился этот проект неудачно, всего с четырьмя пусками. Ну, вот его закрыли. Хотя его можно было бы довести до ума, можно было бы. Но почему не довели? В первую очередь, конечно, помешала смерть Королёва. Если кто сейчас не помнит, он ведь не дожил и до 60 лет. И проживил он чуть побольше, чуть побольше вот с его энергией, с его целеустремлённостью. Мы бы, наверное, многие про вопросы в освоении ближнего и дальнего космоса решили. Потому что всё зависит ведь, по большому счёту, от одного человека. Ну, практически во всех сферах деятельности. Ну, как Наполеон поэтому говорил. На войне люди ничего не решают. Решают один человек только, как правило. Вот, главнокомандующий. А Королёв Сергей Павлович, это был своего рода главнокомандующий в вопросах освоения космоса. Ну, вот, к сожалению, внезапная, преждевременная смерть. Ну, хорошо. Эту ракету прикончили. И она один, потому что сменщик Королёва оказался совершенно не той фигурой, которая могла бы реализовать какие-то масштабные проекты в этой сфере. А потом ведь опять приступили, можно создать... А кто был сменщиком? Мишин. То есть, вот... Ну, видите, вы фамилии даже не помните, правильно? Да как-то, ну, Янгеля знаю. Ну, это состоявшиеся люди. А он... Миша. У него всё было... Все говорят, что человек-то был хороший. Юмориста знаю Мишу. Не было у него вот этого железного стержня, вот такой воли, целеустремленности. Потому что ведь как иногда вот решаются сложные вопросы в конструировании создания того или иного вида техники? Ну, об этом, наверное, уже после перерыва. Делаем сейчас небольшую паузу, впереди погода. Значит, займу немножко, меньше минуты постараюсь. Пока говорил Михаил Михайлович, возникла грамотная идея. Значит, Луна как место проживания эффективных менеджеров, а заодно тех девушек из госкорпорации и прочих, о которых мы говорили. Начальник проекта Чубойс проектирует Роснано, начальник проекта выезжает на освоение территории первым, потом командует этой колонией. Если он не обеспечит там кислород и всё остальное, ну, англичане же в Австралию ссылали, у нас чего Сибирь портить, вон Луна есть. Я вас уверяю, Роснано заработает. Луна получит бешеное развитие. Пилотируемая космонавтика, база, всё будет сделано в кратчайшие сроки, а заодно деньги, которых, как известно, у Роснано очень-очень много, да, сами же сказали, пойдут на дело. Извините, ребята, ну, так навеяло. И, кстати, я за идею, ни с кого, тем более, с Владимиром Владимировичем, денег брать не буду. Бесплатно можно реализовать. А тяжёлые ракеты-носительные, к сожалению, как не было, так и нет. Вот и обеспечит, ребята, да-да-да, там все... Ну, вот N-1 проект угробили, сами по себе, можно сказать, отказались от него. Потом, через некоторое время, вот с нуля начали проектирование вот этого многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия» с кораблём «Буран». Ну, кстати говоря, спроектировали, создали, всё нормально. Выполнили, посадили. Выполнили, выполнили один полёт, и на этом всё. Почему? Потому что... Ну, а зачем? Ну, собственно говоря, дело-то всём, что под этот проект, под этот комплекс не оказалось каких-то полезных нагрузок, чтобы его... Задышать. А потом копировать всё-таки не надо, потому что всё-таки орбитальный корабль «Буран» — это всё-таки до определённой степени техническое копирование проекта «Спейс Шаттум». Да, они и внешне очень даже сильно похожи. Вот, может, у нас что-то лучше, конечно, получилось, чем у них, может, что-то хуже, но, тем не менее, когда ты копируешь, ты никогда не выйдешь вперёд. Потому что это как... Это к вопросу о ЕГЭ и тестовой системе. Она никогда не даст выйти вперёд. Это как ахиллес и черепаха. Как бы ты вот этот софизм... Не догонял зверя, а он всегда впереди. А он всегда оказывается впереди. Но, тем не менее, вот есть люди у нас, есть страна, которая там не бьёт оглушительно в летавры, там не поют фанфары, горны, там не слышно призывов, там никто не назначает фантастических сроков. Но цель такая, цель такая, освоение Луны там вот стоит реально. Это всё-таки Китай. И вполне возможно, что вот с их возможностями, с их вот целеустремлённостью вот этой китайской, вполне возможно, что вот они самыми первыми реализуют вот лунный проект на новой основе. И именно они там начнут добывать там гелий-3 и все остальные полезные ископаемые. Они действуют так, как Советский Союз действовал, когда он действовал, а не говорил о действиях. А тут ведь иногда, ведь у нас ведь как это, всякие программы осуществляются, битьё кулаками в грудь, там заявления с пеной на губах, красивая анимация, потраченные деньги. Ну, а в результате ноль. Ну, это как правило вот у нас, как правило. Об этом только сожалеть приходится. Поэтому, если вот мы сейчас как-то вот в этом плане не очнёмся, ну, это, опять-таки, это такая программа... Не очнёмся, не очнёмся. Это программа, которая, вот можно сказать, воодушевила бы и общество. И я вот не побоюсь этого слова, вот даже как бы это пафосно не звучало, зажгла бы нашу, так сказать, научно-техническую молодёжь вот эта лунная программа. И вот, собственно говоря, почему бы к ней не приступить? И, опять-таки, не надо говорить о том, что у нас нет денег. У нас они есть. И есть. Другое дело, вот всё... Менять надо, как говорят, когда к вам в бордель не ходят, не кровать переставлять, а девушек менять. Да, опять-таки, всё заключается в системе управления. В системе управления. Вот-вот-вот, правильно. И в эффективности и в системе управления. Ну, вот только один пример. Мы его, кстати говоря, приводили на одном из часов милитариста. Нарва и Ивангород. С одной стороны, Европа, с другой стороны... Ну, Азия назвать как-то... Не Европа. Азия как-то назвать нельзя, потому что Малайзия-Азия, Сингапур-Азия, Таиланд-Азия. Как-то назовёшь, аскорбишь, правильно? Или Евразия, или Азия-Уппу. Как переставлять? А в Нарве-то 90% русских живут. Как-то получается. Значит, не в человеческом материале дело, а дело что? В системе эффективности управления. Правильно? А у нас как арестуют очередного губератора? Обязательно три тачки часов. Мать честная, думаешь, откуда же столько? Моншка-русчек, говорит. А вот пошло бы на создание первого искусственного спутника на Луну. Вот, собственно говоря, вот их так пяток собери, пяток собери, и считай, что... И там пусть и живут. И первый спутник считай, что полетел. Вот. Ну, а теперь всё-таки на какое-то... Не то чтобы оптимистическое, но хотя бы некоторые, так сказать, скажут, опять-таки, вы чернуху нагоняете. Да нет, мы сдали оптимизма всё-таки. Мы массу рецептов дали хороших. По поводу, когда проводить митинг. До пуска ракеты-носителя или после? Вот это всё-таки, я считаю, принципиальный философский вопрос. Вот один раз, кстати говоря, я говорил, давайте проведём это. Это я имел неосторожность сказать на одном из государственных полигонов. Давайте сначала запустим, а потом проведём митинг. Приняем там всех в парке. Худлое антисоветское действие. Да, замполит, наверное, вас не понял. Нет, не то чтобы не понял. Я бы прям там чуть не был посажен прямо на полигоне, вот на этом. Вот накал, причём без всякой пощады и разбирательства. А с другой стороны, я вот до определённой степени понимаю вот этих людей, которые выходят там с прокламациями, с кадилами. Ну, представим себе, произвели удачный пуск. Удачный запуск, но без митинга. Всё хорошо обослужено. А если вот митинга не провели, а и пуск получился неудачный, так ведь потом скажут, ага, ребята, вот оно в чём дело. Вы забыли провести комсомольское собрание, правильно? Вы забыли провести митинг. Вы забыли пригласить священника с кадилом. Ну, то есть у нас партия и церковь, это у вас, получается, взаимозаменяемая часть системы. Ну, по нынешним временам-то это действительно какие-то заменяемые ритуалы. Потому что одних умножили на ноль, и тут же подоспели другие, выполняющие примерно те же функции. С новым Лениным на перевесках, Иван Каревич. Да, ну вот, и всё-таки, как мне кажется, как мне кажется, тут какое-то всё-таки необходимо решение. Его даже надо, видимо, как-то оформить документально. А может в консерватории что-то поправить по Жваницкому? Чтобы не падали ракеты? Ну, даже глупая у меня идея. Может быть, доводить это всё, чтобы оно не падало? Вот Евгений Янович и подходит, опять-таки, к мысли, подходит к сути, что всё-таки не в митинге дело, и не в размахивании кадилами. И не в молебне, я что, против, что ли? Да, а кто против-то, собственно говоря, и против-то ни одного нет, несмотря на... мы вроде не критически об этом говорим. Это же можно сочетать. Да, это же можно сочетать. Но начинать-то надо что? С организации, с организации системы управления, контроля, кадров. Нет кадров, ничего ты не решишь. На то сейчас сдал тесты, и типа можешь командовать там, типа, космодромом. Ребята, ну ты докажи сначала, что ты умеешь руководить хоть одной площадкой, правильно? Да ладно, если бы тесты. Ну что, Евгений Янович? А на той неделе мы на этой... Этой неделе закончили, с нами был Михаил Михайлович Ходоренок, а также Сергей Андреевич Корнеевский, Евгений Янович Сатановский. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok